И мы сегодня будем с вами еще один псалом исполнять, прославлять им Господа. И здесь такие слова. Все Иисусу отдаю. Каждый куплет он начинается вот с этих слов. Все Иисусу отдаю. И припев тоже. Все я отдаю. Все тебе, мой Иисус, Питер, отдаю. Ну, понятно, что этот псалом, он зачастую не отражает нашу жизнь. Мы обычно отдаем Иисусу, когда уже все свои силы перепробуем, все свои возможности, все свои логики, куда применим весь свой опыт, все какие-то финансовые возможности уже. Когда ничего уже не помогает, мы уже видим, что мы уже тогда начинаем уповать на Бога. Потому что уже не на кого больше уповать, не на что. Написано. И Писание говорит, проклят всяких, кто надеет на человека и плоть свою, да, делает свою опору. Проклят. Потому что потерпит поражение, потому что есть обстоятельства в жизни, ситуации, с которыми мы бессильны. Просто как люди, да, чисто физические свои, мы не можем преодолеть их, не можем противостоять греху. Поэтому суть, она реальность жизни такова, что мы действительно начинаем отдавать только после того, как сами уже исчерпаем все свои возможности. Поэтому этот псалом, эта песня, она является ориентированной для нас. Чтобы мы всегда помнили, что надо отдавать все Христу. Или, как например, говорит апостол Петр, все свои заботы возложите на него, да. Ибо он печется о вас. Или апостол Павел, он пишет в филиппийской церкви. Не заботясь ни о чем, да. Но всегда в молитвах и прошении открывайте свои желания пред Господа. Не заботясь, да. Все отдайте ему. Все свои проблемы. И тут тоже есть такие слова в этой песне. Все Иисусу отдает, все кладу к его ногам. Суету отверг земною, направляясь к небесам. Направляясь к небесам. Отвергая всю суету земною. И Писание нас учит. Действительно учит во всем доверять нашему Богу. Это вопрос нашей веры. Как говорил пастор в самом начале, это вопрос понимания, кто такой Бог. Действительно ли мы принимаем Его как Его всевластье, всемогущество. То, что Он управляет всеми процессами в этом мире. И что Он допускает даже в нашу жизнь определенные скорби, определенные ситуации. Для чего? Ну, чтобы мы научились верить и доверять. Научились общению с Ним. Но Он никогда нас не оставляет. Он так говорит в Своем Слове. Он так говорит в Писании. Когда мы читаем апостола Петра в Первом Послании, он говорит, все заботы ваши возложите на Него. Здесь дальше говорится такие слова. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании ваших, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделывает непоколебимыми. Аминь. Сам укрепит, да, и он написанно, не дает нам искушения сверхмеры. Сверхмеры, да, даст и силы, чтобы действительно преодолеть это искушение. И тоже у Петра, он говорит, противостойте ему твердую веру. Знаешь, что такие же, да, страдания, испытания, они со всеми нами происходят. Они у каждого будут. Человек, который встал на Божий путь, да, встал на путь веры. И дьявол, он будет, как рыкающий лев, да, он ходить, пытаться вот что-то на нас как-то влиять, пытаться поглотить, но это он не сможет сделать. Потому что у нас есть сила Божия. Он говорит, доверяйтесь мне. Открывайте все свои заботы, все свои проблемы. Приходите ко мне. Возложите их на меня. Все отдайте. Все отдайте. Берите, черпайте эти силы у меня. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся, огнененные, я успокою вас. То есть, мне-то надо прийти, да, открыть как-то свое сердце, что-то попросить у Бога, признать Его величие, признать Его всевластие, что только Он может помочь, признать Его всемогущество. И знаете, вопрос упования на Бога, вопрос доверия Ему, всех своих проблем. Мы еще, знаете, говорим, когда читаем Писание, мы видим, что Иисус взял все наши грехи. Так говорит Библия, все наши грехи. Мы понимаем, это только в человеческом какой-то, в разуме, да, может быть, в каком-то, в таком, в мудростовании, мы начинаем делить грехи, маленькие, большие, да. А Он говорит, все грехи, и маленькие, и большие, то есть, ну, нету, да, для Бога маленького, большого греха. Он говорит, все грехи, это значит все, да, Слово все, это означает все. Там нет деления на что-то, на прошедшие, на настоящие, на будущие, да. Он взял на себя весь грех мира, написано. А что значит весь грех мира? То есть, нету в мире такого греха, который бы не мог, не могла мыть кровь Христа. Все. И когда мы говорим, все Иисусу отдаю я, это означает что-то подобное, да. То есть, нет разделения, да, это я отдам, а это я не отдам, да, здесь я доверюсь, а здесь не доверюсь. Это касается всех сфер нашей жизни, нашей семьи, да, наших там, каких-то взаимоотношений с кем-то в этом мире, с другими людьми, нашей работы, наших финансов. Всего. Доверяйте Иисусу. Во всем. И даже наши финансы, да, мы тоже должны понимать. И что говорит нам, например, пророк Малахия. Он говорит, что происходит, когда мы не доверяемся и в денежном вопросе Господу, когда мы не жертвены в этом деле. Это написано в третьей главе, восьмом стихе. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Вопрос такой, да. А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем я тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты. Потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Ну, такая проблема была в Израиле. Не приносили. Принесите мне десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом, он говорит, испытайте меня. Доверьтесь мне, да. Доверьтесь мне в этом хотя бы. Говорит Господь Савалов. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли я на вас благословение до избытка? Я для вас, он говорит, запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих. Ну, то есть, он говорит, я восполню, да, финансовые какие-то ваши, вот эти вот жертвы, говорит Господь Савалов. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Савалов. Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя. Вы говорите тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его. И ходили в печальной одежде пред лицом Господа Савалова. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицо Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Савалов, собственностью моих в тот день, который я соделаю. Буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего Ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Аминь. О чем говорит этот текст? Он говорит о том, что есть определенная проблема, когда человек действительно, он не жертвенен для Господа. Он указывает, четко дает нам понимание, чтобы мы, чтобы в Доме Божьем была пища, чтобы все было хорошо в Доме Божьем, чтобы была возможность определенная в Доме Божьем, нужно приносить десятины и приношения. Доверять наши финансы Ему. Это Божье повеление. Если это будете делать, вы будете благословлены. Будете иметь благословление. И тут есть несколько аспектов. Во-первых, он говорит, я восполню все ваши нужды. Нужды какие? Ну материальные, да? Возможно, не так, как вы думаете, восполню. Потому что мы иногда, знаете, когда говорят о десятины, люди думают, что это как в банк принести деньги. Я сейчас принесу десять тысяч, да, мне Бог двадцать тысяч даст. Нет. Я восполню ваши нужды. Возможно, не так, как вы думаете. Но вам их будет хватать. Вам их будет хватать, если вы доверитесь мне. Какая проблема еще здесь существовала? Здесь такой вопрос, да? Вы спрашиваете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщет на служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление и ходили в печальной одежде. Пред лицом Господа Савалова. Ну что значит в печальной одежде? Ну то, что мы терпим, да, определенные скорби, это живя с Богом, да, в жизнь приходит определенные скорби. Потому что мы стараемся жить верой. Мы стараемся идти против мира. В противоположную сторону. Мы уже смотрим не на материальные ценности. Потому что этим миром правит написано Мамона. Все люди ей поклоняются. Как быть более богатыми? Как быть более, иметь большую славу? Иметь большую власть? Ну вы уже не такие. Поэтому приходят, да, живут по плоти. А вам приходится бороться за своей плотью. Противостоять ей верою. Он говорит, печальные одежды, да, скорби определенные присутствуют. Потому что ваша плоть, она пытается искать своего, а вы духом умерщвляете дела плоти. Он говорит, почему вы говорите тщетно? И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучших устраивают себя, делающих беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. Ну действительно такая проблема есть. Да, когда человек сталкивается с приношениями, с какими-то, с десятинами в церкви. И он смотрит на других людей. Да, живут же в мире люди. Ничего же не приносят Богу. А деньги тратят на себя. И вроде бы целые, невредимые, все с ними в порядке. Но дальше мы читали с вами, что с ними произойдет. Когда они увидим, мы различия между праведником и нечестивым, между служащим ему. Ибо вот придет день, пылающий как печь. Тогда все надмены и поступающие нечестиво будут как солома. И попалят и в грядущий день. Говорит Господь Савалов. Придет тот день. Не смотрите на людей этого мира. Не смотрите вообще на других людей. Знаете, мы иногда думаем, ну, я лучше, может быть, что-нибудь куплю за эти деньги. Ну, Господь, все так все Господу принадлежит. Зачем ему еще там мои какие-то финансы? Нет, это же специально для тебя я и оставил. Это повеление, эту заповедь. Чтобы ты не прилиплялся к материальному. Чтобы твое сердце, оно было свободным. Чтобы твое сердце, оно доверяло Господу. Оно жило верою, а не жило этим миром. Не смотри на других людей. Потому что, знаете, как сатана искушает. Он, в наш взгляд, себя на другого человека переводит. А вот тот брат, интересно, или сестра, он приносит свои десятины или повыкования? Наверное, не приносит. А я что буду приносить? А Писание говорит, а ты в свое сердце смотри. Как ты ходишь перед Богом, а не как тот брат или сестра. Ты не знаешь, что он приносит, а что не приносит. Может, он приносит больше, чем ты даже. Ты этого просто не видишь, ты этого не хочешь видеть, ты этого не замечаешь, ты в это не веришь. Говорит, смотри в свое сердце. Смотри на себя. И он говорит, смотри на воздаяние. Потому что очень часто мы хотим, наша плоть, она хочет здесь, в этом мире жить хорошо. И мы обычно благословение, понимание благословения мы переводим на материальные ценности. Но Писание здесь в конце говорит, что будет потом. То самое главное, что мы имеем, это духовные благословения в нем. Это самое главное. Мы имеем жизнь на небесах, мы имеем спасение, мы имеем прощение. Когда мы действительно доверяем все Господу, мы жертвенны перед Ним. Мы посвящены Ему. Все доверяем. Все сферы своей жизни. И также финансы. Потому что, ну, вот так создан этот мир, что за все отвечает. Здесь серебро. Так говорит Писание. Без ничего в доме пищи не может быть. Да, и надо за что-то купить. Надо за что-то строить. Вот у нас сейчас, мы строим наше здание, домомолитвы. Мы изначально говорили, что это действительно, вот это строительство, оно будет испытывать нашу веру. Насколько мы уповаем на Бога, доверяем. Мы жертвенны для Него. Потому что просто так здание, оно не строится. Заметьте даже, как нас Бог ведет. Мы где-то думали, что нам какие-то будут там помощи, да, с каких-то мест отдаленных. Нет, Бог говорит, это ваше испытание. Это ваша жертва. Чтобы вы ее ценили, чтобы вы дорожили это место. Будьте жертвенны. Будьте посвящены. Чтобы в дом был, чтобы была пища. Потому что опять же эти финансы, что мы делаем? Мы их для себя же используем, да. Вот дом молитвы, мы для кого строим? Ну и для нас же, да. Чтобы нам было легче там собирать. Богу, он не в храмах живет. Он не живет там, да, в каких-то строениях. Все ему принадлежит. Земля это подножие, оно в его. Для нас удобнее. Для нас. Для нашей семьи, церкви благодать. Потому что мы друг другу, Писание говорит, братья и сестры. И знаете, существует такое понимание, откуда-то оно пришло. Что в Ветхий Завет он говорит о десятинах. Да, в определенной части, которую ты должен отделять Богу. О приношениях. Но в Новом же Завете нету об этом. Поэтому мы не будем платить десятины. Я слышал такие. Я буду, да, где-то жертвовать. А десятину платить не буду. Да, какую-то часть определенную. Но необычно это люди, говорят, скупые. Которые не хотят платить денег, да, которые не хотят Богу как-то, не хотят как-то жертвовать. Действительно, по-настоящему жертвовать. А как-то оправдывать свою жадность, свою скупость. Они обычно приводят это в пример. Ну, почему-то так вот я наблюдаю за такими вещами. Потому что если разбирать Новый Завет, то мы видим, какая жертвенность была в Первой Церкви. Она была за пределы десятины намного. Помните в книге Деяний, да, Первой Церкви? Они что делали? Они продавали дома. Они имения продавали. Там десятая, не десятая часть. Намного больше. И жертвовали Господу. Сегодня у нас есть, как бы, такое понимание, да, есть такая договоренность. И подкрепленное описанием, что мы какую-то десятую часть, да, отдаем из наших доходов, всех доходов. И определенные приносят пожертвования, да, в связи с строительством, и с какими-то нашими расходными делами сегодня нам необходимо это делать. Первая Церковь. Первая Церковь, мы видим, там суммы были намного больше. Знаете, есть очень хороший пример в Писании о том честности с Господом. В вере и Господом, в вере, в жертвенности. Он написан в Деяниях в конце 4-й главы и в начале 5-й главы. Был такой Иосия, прозванный от апостолов Варнавы. Ну, знаете, да, Варнавы. Что значит, сын утешения, жертвенный, как его называли. И вид родом Киприанин, из Кипра он был. У которого была своя земля. Продав ее, принес деньги и положил к ногам апостола. Продал землю и принес деньги к ногам апостола. И дальше, читая книгу Деяния, мы видим, да, что было с Варнавы. Он участвовал в миссионерском путешествии с Павлом. Он учил в Антиохе. Да он нашел Павла, он привел в Антиохе. Они учили там, первые ученики, которые назывались христианами, да они учили его с Павлом. Впоследствии история говорит нам о том, что он стал епископом при Кипринской церкви. Он все положил. Положил в свое умение. И Бог ему воздал. Мы понимаем, что он получит венец и награду там, на небесах. Потому что на первом месте в своей жизни он ставил Бога и служение Ему. И когда мы говорим о вере в Бога, мы их не разделяем со служением Ему. Не разделяем. И наши приношения, наши пожертвования, наши десятины, это часть нашего служения. Богу, говорит Писание. И что было дальше? А дальше, наоборот, негативная история. А некоторый же муж именем Анания с женой своей сапфирую, продав имение, утаил из цены света моей жены своей. И некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, на чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? То есть ты мог противостоять дьяволу, противостоять сомнениям, которые были у тебя. Ты мог. Попросить Господа о помощи. Нету в сердце. Знаете, вот когда, я помню, мне пришло откровение, а вот в десятине именно, да, в сердце было сомнение какое-то. Я просил, утверди, помоги, покажи, как мне вот платить вот эту вот часть, да, ну действительно освободиться. Потому что я понимаю, что если я не плачу, значит это не свобода какая-то. Значит плоть моя пунктует. Была у тебя, помолись, ты знаешь Господа. Не в твоей ли власти было находящей. Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу. Ну слыша все слова, она не опал без дыхания, и великий страх объявил всех слышавших его. А потом произошло, и женой Сапфирой это то же самое. Вот так он утаил, обманул. Знаете, не просто так Бог нам эту историю показывает в Писании. Конечно, сегодня Бог более милостив к нам. Он прощает нас, когда мы не исполняем действительно то повеление, которое нам говорит. Мы физически не умираем. Но знаете, что умирает? Умирает наша вера. Действительно, вера умирает. Потому что ты не веришь, получается, во всевластие Божьей. Значит, ты не доверяешь Богу. Вот эта вера внутри, она умирает. И в каких-то других ситуациях ты этой верой уже не сможешь пользоваться. Потому что нет основания. Нету. А как ты можешь доверять всевластному Богу, если ты его не считаешь всевластным? Если ты не доверяешь даже своей финансы. Свои какие-то дела. Не исполняешь его повеления. Поэтому мы должны об этом задумываться всегда. Какого Бога мы верим? Действительно ли Он для нас Бог? Действительно ли Он для нас Царь? Действительно, все, что у нас в жизни есть, это от Него. Это Он дал нам. Наши финансы, это не наша заслуга. Это Он нам дает их. И Он говорит, дайте мне только там, ну, часть какую-то. Я понимаю. И то лишь для тебя же самого. Чтобы в доме была пища. Потому что и здесь написано в Деянии перед этим. И полагали книгам апостолов, и каждому давалось чем-то, кто имел нужду. Распределялись, да? То есть, кто имел нужду, кто действительно испытывал определенные нужды. Для распространения Божьего Слова, Евангелия, мы об этом молимся. Действительно, мы как-то развивали определенные служения. Помогали кому-то, тем, кто не имеет возможности как-то иметь одежду, еду, пищу. Испытайте меня. Доверьтесь мне. Я вас помню. Живите верой. Вы должны это понимать. Мы всегда должны это осознавать в своем сердце, размышлять над этим. И не просто размышлять, а действительно действовать. И действовать это практически. Тогда Бог, Он обещает в нашу жизнь благословение. Обещает, что Он будет восполнять все то, что действительно нам необходимо. Все наши какие-то желания необходимы в нем. Поэтому давайте мы об этом помнить. И сейчас помолимся и прославим нашу жизнь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.